Добрый день! Четверг, 14 часов и, как всегда, в прямом эфире наш Комбо-эфир. Я называю его Комбо-эфир, потому что это одновременно и прямая трансляция на телеканале Универ ТВ, на портале Казанского Федерального Университета, и стриминговые потоки на каналах YouTube, Twitch, ВКонтакте. Плюс к этому создана специальная группа WhatsApp для представителей наших коллег, средств массовой информации, куда они могут задавать свои специфические вопросы, профессиональные вопросы, также вопросы, естественно, пользователей трех упомянутых моих каналов могут задавать, что называется, в онлайн-режиме. Тема сегодняшнего нашего стрима заявлена очень серьезно. Актуальные аспекты развития российской экономики в эпоху пост-демии, места и роли университета в современном обществе, глобальные рейтинги образовательных учреждений и многое-многое другое. Естественно, на такой широкий спектр вопросов может ответить профессионально только один человек, я его сразу представляю всем нашим сегодняшним зрителям, это проректор Казанского федерального университета по вопросам экономического и стратегического развития, Марат Рашидович Софиуллин, добрый день. Добрый день, спасибо за приглашение. Вопросы, действительно, спектр задан достаточно широкий, каждый из них вообще сегодня реально волнует и сотрудников университета, и то, что касается экономики в эпоху пост-пандемии, и не только пост-пандемии, вообще развития экономики, это же как к профессионалу, как к эксперту в области экономики, я думаю, тоже будет интересно обратиться и услышать ваше мнение на вот те актуальные вызовы, которые сегодня случились в нашем обществе. А может, совсем и не вызовы, может быть, все было ожидаемо, но это вот, думаю, мы с вами проясним. Первые вопросы, я вижу, уже стали появляться на наших каналах, но в начале все-таки про рейтинги, просто есть, что называется, информационный повод. Только что, вчера, был опубликован очередной рейтинг УЭС, вот что там нового, если можно еще раз озвучить, для Казанского федерального университета, что из этого нового обнадеживает нас, что может насторожить. — Большое спасибо. Действительно, это очень важное для нас событие. Дело в том, что наша программа конкурентоспособности, программа развития, они построены, скажем, на идеологии этого рейтинга, потому что это один из немногих рейтингов, где помимо субъективных, качественных характеристик, опросов, очень хорошо представлены и объективные сравнительные данные. И вот мы заняли 370 место, выросли на 22 позиции. Это очень серьезно, потому что в целом конкуренция в области образования и науки, она очень сильно ускорилась. И традиционно есть ряд направлений, скажем, которые хорошо нас позиционируют, по которым мы очень хорошо выглядим. Это иностранные наши студенты, соотношение преподаватель и студент, и все, что связано с наукометрикой. Это все нас вытаскивает. Что сложно, но при этом есть ряд направлений, по которым нам все-таки очень тяжело развиваться. Для этого есть и свои, к сожалению, внешне объективные причины. Первое, это показатель, над которым мы работаем, но не так вот результативно, как хотелось. Это все-таки иностранные НПР, НПР, научно-педагогические работники, которые имеют опыт работы в ведущих научно-образовательных центрах. Это связано, скажем, вот до пандемии это были и санкции, ну и, скажем, такой общий негатив, который был к нашей стране. И поэтому, ну, скажем так, маститые ученые, ведущие ученых, которые мы хотели привлечь для формирования тех или иных лабораторий, то есть они в этом случае, ну, скажем, это снижало и авторитет, и мотивацию к сотрудничеству. Ну, и вот второй момент, сейчас на это накладывается пандемия, еще некоторые курсовые скачки. Все это, ну, скажем, очень сильно утяжеляет этот и осложняет этот процесс. Но мы сейчас формируем новые горизонты, и вот этот тот резерв, который мы должны, то есть, использовать. Задачу, которую мы ставим в ближайшие два года, мы должны удвоить количество и педагогов, которые работали, имеют опыт работы в топовых университетах. Топовые — это те, которые входят в топ-300, вот по ведущим рейтингам QS, THI и ARVU. И еще один момент. Мы вышли, ну, скажем, на тот, хотя никто не верил, на тот уровень публикационной активности, который позволяет нам сейчас быть видимыми, позиционироваться. Но быстрый публикационный рост, он осложняет вопросы цитирования. Понимаете? И вот сейчас... Там идет влаги времени, да? Не только влаги времени, но все равно, то есть, поскольку в числителе это все, цитирование, оно считается в расчете на одну статью, в этом плане при... То есть, количество цитирования все равно, оно при резком росте количества статьи, оно отстает. И вот... И эта проблема не только... То есть, если вы посмотрите сравнительные данные по России и среднемировыми, то есть, это общенациональная проблема. То есть, потому что у нас много публикаций на русском языке. Ну и, скажем, все равно, даже в топовых университетах цитирование отличается от среднемировых в два, в три. А в среднем, если взять даже не университеты в целом по стране, а те, которые входят в программу 5.100, а это лидеры нашей в науке образования, вот отставание в настоящее время составляет 5 раз. Понимаете? То есть, это не только у нас, но и МИФИ, МФТИ, Санкт-Петербургский госуниверситет. Поэтому вот мы готовим отдельную программу, как усилить нашу публикационную активность в журналах первого и второго квартеля. То есть, они более читаются, более узнаваемы, и мы очень рассчитываем, что это повлияет и на академическую репутацию. И вот в этом году уже мы хотим от наших структурных подразделений получить внятную политику, эту позицию. Потому что у нас, мы сформировали службу публикационной активности, вроде было все хорошо, и мы успокоились. Но, вы знаете, это, как вам сказать, всегда экономика, она и ищет легкие ходы. Понимаете? И в этом случае структурные подразделения, они начали, ну, не перекладывать, но полагаться, скажу, вот на службу публикационной активности. А служба публикационной активности, они тоже стараются помочь и опубликовать именно там, где легче. То есть, и вот период уже, скажем, вот легких решений, легких подходов, он подошел к концу. Сейчас мы должны уже иметь горизонт планирования публикационной активности не год, как у нас был, а уже на два, на три года, потому что серьезные здания, у них уже есть и свой заказ, и свой пул, ну, и, скажем, и свое видение развития. А вот, кстати, с публикационной активностью, вот в связи с тем, что, ну, два, на самом деле, ну, три месяца уже, да, началось это все, в общем, в марте, апрель, май, сейчас июнь, очень тяжело идет раскачка ситуации в нормальное русло. Вот это все не приведет к спаду публикационной активности. Ну, естественно, что это никак не способствует и ограничивает, хотя большинство мероприятий перевели в онлайн-формат. Поэтому, если раньше, то есть, организаторы, они просили, где-то настаивали приехать, и мы несли расходы не только организационных взносов, но и на перемещение, на командировки и все остальное, то есть, сейчас публикационная активность, она развивается. Мы делали сравнительный анализ, пока, ну, скажем, сильных тревог в этом плане нет. И тоже, вот, хочу вам сказать, есть очень интересный феномен, то есть, все равно первый квартал, он такой, скажем, плавное вхождение в среду, а вот нарастающие итоги, то есть, самый пик публикационной активности, это конец третьего и четвертый квартал. Да, но вы говорите ведь о журналах первого, второго квартал, там все-таки не так просто и не так легко. Да, но я говорю, в этом случае там все равно есть некоторый цикл, понимаете? То есть, и вы знаете, что еще первые полугодия этого года будут выходить журналы и публикации, которые связаны с 2019 годом, предыдущим. Вы, как экономист, хорошо знаете, спорят с Марксом, все-таки Маркс молодец, бытие определяет сознание. С Марксом не спорят, Маркса пытаются развить. Маркса пытаются воплотить, да, все не очень получается, с практикой хуже. Вот про бытие, это ведь еще и дорого, первый-второй квартал. К сожалению, я хочу сказать, что вот есть какой-то вот, ну скажем, очень упрощенный подход, что первый-второй квартал, они еще сами платят авторам за вот публикации. К сожалению, нет, даже такие издания, которые входят, ну скажем, в самый почетный сегмент, там, элитную группу, группу НЭЧ, они требуют платы за публикации. Но я хочу сказать, что мы понимаем, что в этом случае расходы, они вырастут, но я считаю, что оправданно поддерживать исследовательскую активность не только в плане вот организационных взносов, там, содействия в публикациях, но и еще личной мотивации тех наших коллег, которые добиваются хороших результатов. То есть мы подготовили программу, и если вот прошлые годы был, ну скажем, 50 на 50, то есть 50 процентов премий получали, ну скажем, по усредненным значениям, а 50 по конкретным результатам, то сейчас, учитывая, что вот и финансовые есть ограничения, принято решение, что именно вот измеримые результаты научно-образовательной деятельности и рейтинги, они будут, имеется в виду преподавательские, кафедр и структурных подразделений основным мотивационным инструментом. Я надеюсь, и в этом случае, вот те, кто, скажем, имеет лучшие результаты, то есть мы не только количество статей, но и качество сейчас будем, то есть очень сильно будет это дифференцироваться поддержка тех, кто публикуется в первом и втором квартале. Ну а в НЭЧа или в других, то есть это сразу, ну люди это почувствуют. Просто вот вопрос, сейчас июнь, середина уже июня почти, как скоро заработает эта программа? Я хочу сказать, что вот здесь у нас, нам тоже Евгений Николаевич Струков, наш руководитель библиотеки и службы публикационной активности очень поддерживает, на самом деле уже работа ведется. начата, потому что здесь есть и отставание по финансированию, потом нам в целом надо было переориентироваться, поэтому я думаю, что сейчас уже с середины, с конца июня мы войдем в нормальный ритм. Спасибо. Вот есть вопросы и у меня, и уже вот здесь есть вопросы достаточно интересные. Они так или иначе связаны с тематикой рейтинга, о чем мы начали разговор, вот послушайте, какой жесткий такой вопрос, мне кажется, поступил. Это у нас YouTube канал. Добрый день. Неужели вы всерьез думаете, что российские региональные университеты с их бюджетами в несколько сотен миллионов рублей, рублей из большой буквы сделаны, могут на равных биться в рейтингах с западными, где вложения идут сотни миллионов, но долларов, большой буквы долларов. Может проще обнулить рейтинг, вот обнулить, модный термин, обнулить рейтинги уже или отказаться нам от этой бессмысленной гонки? Нет, супер вопрос, поэтому большое спасибо. Нет, нет, это очень важно. Я хочу вам сказать, что на первых заседаниях Международного Совета, вот когда была сформирована Министерством образования Российской Федерации Международный Совет и программа конкурентоспособности, они как раз говорили то же самое, что такой большой университет, с таким багажом, с таком количеством студентов, то есть нет таких прецедентов. Это нужно колоссальные ресурсы для формирования центров превосходства и прочее. Но хочу вам сказать, что вот то, что мы вошли в ноябре месяце в топ-100 по образованию, это опровергло вот все эти те, ну скажем, и опасения и все. Это и показало, что наоборот, большой университет, он имеет возможность концентрировать ресурсы и добиваться прорыва в сфокусированных областях. Конечно, это, как вам сказать, обидно, потому что все те университеты, с которыми мы конкурируем, они имеют бюджет просто в десятки раз выше, чем у нас. Это означает, что они могут не только приобретать оборудование, но и приглашать лучших, предлагая им лучшие условия, лучшие заработки и, ну скажем, и средовые некоторые моменты. Ну вот здесь есть интересный момент, когда вот мы обсуждали, действительно, программа конкурентоспособности, это где-то от 500 миллионов до миллиарда, то есть этого недостаточно для большого рывка. Но изначально, когда вот Ильша Травкадж, скажем так, ставил перед нами задачу, мы хотели, чтобы механизм запустился. Понимаете? То есть, чтобы это была не вот такая, что ты, как наркоман, постоянно потом зависишь от государственной поддержки, да, и не только надо еще больше, 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 а чтобы ряд направлений, они уже могли себя, ну, сами потом ставить задачи и привлекать уже ресурсы не только внутри страны, из реального сектора, но и из других секторов. Вот, например, это касается и, в первую очередь, Института геологии и нефтегазовых технологий, то есть он показал очень такой хороший кейс. Хочу сказать, что очень неплохо работает Институт фундаментальной медицины, но и ряд других направлений, вот в области цифровизации, ЦТД, то есть наш Центр цифровых трансформаций, я надеюсь, что вот такие примеры и есть. А вот по поводу обнуления, вообще интересная тема. Вот смотрите, Гарвард, вот он, чего ты не делаешь, вот условный Гарвард, Центфорд, да, он все время первый, 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 первый. Это как в Олимпийских играх, да, уже выше не прыгнешь, остается только допинг принимать. Нет, нет, прыгнешь. Хочу другое сказать. Без допинга уже не пройдет. Почему нужен рейтинг? Рейтинга нужно, нам нужно понимать, как меняется мировой рынок образования науки, на что делают ставки ведущие университеты, где он образовательный. Нет, нет, вот я вам скажу, Гарвард, прям вот вы очень точно привели в пример. Эндаумент фонда, эндаумент фонд Гарварда больше в два раза не бюджета Татарстана, а волового территориального продукта Татарстана. Поэтому я хочу сказать, то, что он имеет, это не из-за того, что какие-то есть методологические уловки или какое-то гарвардское лобби там и все, а это действительно, то есть они априори очень много вкладывают в свое развитие. Ну и потом, знаете, на их авторитет, на их модель очень хорошо работает такая, называется, американская мечта. То есть вот Гарвард сейчас создал себе очень большой имидж, это дает ему возможность привлекать лучших. А работая с талантами, намного проще с минимальными вложениями добиться больших результатов. Понимаете, вот эта американская мечта, оно как пылесос собирает талантов, они еще сортируют их, дают уже, ну там, скажем, косметическую и небольшую огранку и вложения делают, и все это востреливает. А вот тогда про таланты другого порядка. Вы говорили, что один из серьезных критериев, где мы пока не очень продвигаемся, мы это не только Казахский университет, а вообще университеты России, это привлечение иностранных, топовых преподавателей, исследователей, сотрудников. А вот в условиях, в общем, неравной конкуренции, это отчасти продолжение вот этого вопроса из Ютьюба, вот она же неравная, вы же сами говорите. Я не согласен, не согласен. Мы не имеем, они не едут просто потому, что политики так решили. Нет, ну, конечно, люди разные, и есть немало тех, на которых это оказывает определенное и серьезное влияние. Но я говорю о другом. Сейчас, если раньше был мир по Марксу, капиталистический, и преподаватель был ликвидным, что это такое? То есть все зависело от, скажем, от бюджета, который тебе могут предложить на лаборатории в какой-то ином стране и так далее, перспективы, страны и все остальное, то сейчас изменилось это и настроение, и изменились подходы. То есть сейчас важны еще и средовые вещи, и самое главное, интересные тематики, которые позволили бы людям реализовать новые интересные проекты и саморазвиваться в том числе. Понимаете? И вот я хочу сказать, что здесь даже, и в этом случае можно мобилизовать бюджет не только наш, но и также сторонние инвестиции для реализации подобных проектов. Поэтому вот хочу сказать, что да, то есть нам надо усилить именно в плане новых интересных совместных проектов и идей, которые могли бы быть любопытными для того, чтобы, ну скажем, амбициозные исследователи из других стран смогли вот в таких непростых условиях что-то серьезное, глобальное в мировом масштабе реализовать. Ну вот очень оптимистично у вас звучит. Деньги вторичные, я хотел бы сказать сейчас. Ну вот я так и услышал, да. Вообще, это как вот нас учили, да, есть экстенсивный путь развития экономики, есть интенсивный. То есть вы все-таки сторонник интенсификации такой. Не только, я сторонник, что идея должна быть вначале. То есть нельзя, то есть приглашать просто так. Понимаете, нужно приглашать вот красивый, хороший проект, который имеет глобальное значение. Вот какая задача. Потому что, ну да, приглашать людей для решения наших внутренних каких-то вопросов и так далее, это, ну, можно, но в этом случае это требует, вот, скажем... Очень больших денег, да. И не только больших денег, я вот... Климат не очень удачный. Нет, и климат не так страшный. Вы понимаете, у серьезных людей обычно ведь это и, ну, и семья, и дети, и все остальное. А это означает, что мы должны решить не только его там проблему, но и это помочь решить и проблему с трудоустройством его, это, семьи, и учебой его детей. И более того, ведь важно, чтобы и дети их получили хорошее образование, чтобы потом учиться, ну, скажем, именно там, где они хотели бы учиться. Поэтому это нельзя сказать, что это такая очень простая задача. То есть здесь и, скажем, и территория, и это субъект, и все должны, ну, скажем, подключиться к решению этой задачи. Спасибо. Есть целый ряд вопросов уже, я вижу, на Твиче и вот здесь, в Ютьюбе. Мы к ним обязательно вернемся, то есть, чтобы никто не переживал, кто их сейчас вот пишет, формулирует. Просто хотелось бы с темой рейтингов еще чуть-чуть вот доразобраться и дальше двинуться вот по вопросам другой, скажем, направленности. Вот вы перечислили несколько топовых рейтингов. На самом деле мы, что в социологии, что вот в рейтинговании тех же вузов, предприятий, городов, территорий, наблюдаем сегодня какой-то всплеск, как бы это сформулировать даже, количество рейтингов стало зашкаливать. Нет, я наоборот, мне их не хватает. На самом деле... Вот какой-то рейтинг несколько дней назад выскочил, я вообще не понял, где там даже МГУ 197, что ли, кто там чего составлял, может свой рейтинг придумать, я уже не знаю, что происходит. Какому верить? Вот суть вопроса. На что ориентироваться? Сейчас в высшем образовании существует порядка различного качества, порядка 38 рейтингов. О, 38. Да, но хочу сказать, что наиболее объективными и авторитетными считаются три. Вот это шанхайский, как родоначальник, КУЭС, Квакуарелли, Саймонс, и ТИЧИ, Times Higher Education. И мы на них это делаем ставку и позиционируемся. Совершенно. Потому что ведь рейтинг, он позволяет не только сравнить, но и понять, какие компоненты сейчас важны для академического сообщества, для работодателей, какие показатели влияют на качество процесса и как нам трансформироваться. Это вот выбор был Казанского федерального университета, или это выбор правительства России? Хочу сказать, правительство России, они изначально ставили только эти три. Мы их внимательно изучили, и самый дорогой из них, мы сразу отказались от ОРВО. Почему? Потому что это вот, ну скажем, эту модель можно назвать или футбольной, или баскетбольной командой. То есть там надо иметь очень большой бюджет, пригласить звезд, и тебя оценивают и позиционируют по количеству высокоцитируемых, высокорейтинговых результатов, добившихся международного признания в виде там Нобелевских премий, Абелевских премий и прочее, прочее, прочее. И вот здесь, ну, при наличии, я хочу сказать, какого-то, ну скажем, условного благотворителя за пять лет вполне реально войти в топ-100. То есть это такой феномен. Но, естественно, что мы уже говорили, у нас не было таких ресурсов, и поэтому в ТИЧ, то есть это почему? Он у нас в контуре, потому что он нам важен для вот роста и для продвижения наших проектов и программ, взяли это КУЭС. Именно из-за того, что там очень, то есть у него очень хорошая декомпозиция и понятно, как построить управленческие траектории и программу развития для того, чтобы, ну скажем так, иметь глобальную стратегию, глобально позиционироваться и быть видимыми в глобальном пространстве, говорить на их языке. А вот это знаменитое утверждение, оно уже, конечно, набило все Москомину, но все-таки, еще раз пользуясь тем, что такая вот широкая площадка, вот то, что университет такой сложный, то есть в нем очень большая составляющая гуманитарная, очень большая, естественно, научная, одна другой может мешать. Как все-таки, с вашей точки зрения, сделать так, чтобы вот это работало на общую сеть? Говорят же, что узкопрофильным вузам проще. Конечно, потому что это все рейтинги, для того, чтобы сравнивать, они используют относительные показатели. А когда у тебя большая, это как ее знаменатель, это соответственно, то есть вот есть парадокс, там это в топ-100 входит Томский госуниверситет, при этом у него по показателю привлечения иностранных студентов, они привлекли в три раза меньше студентов, чем у нас, но они вошли в топ-100. Мы привлекли по массе почти вот уже 10 тысяч студентов, а мы только 12-й, если сравнивать российские вузы по удельному, то есть по доле иностранных студентов в общем контингенте. В общем же, да. Ну я хочу сказать здесь, вы знаете, что хорошо, рейтинги, они и сами рейтинговые агентства, они очень открыты. То есть они ежегодно устраивают мероприятия, и они слышат вот, ну скажем, такие моменты, о которых мы говорили. И вот сам факт, то, что больше иностранцев к нам едет, как бы есть тоже американская модель, люди голосуют ногами. То есть они верят, получается, и рейтингу, и нам, и нашей программе. И они ведь не просто там на бюджетные места, то есть они реально тратят свое время, бюджет своей семьи, и для того, чтобы получить у нас образование. Спасибо. Двинемся дальше. Дальше. Очень интересный вопрос, о котором сейчас начали говорить достаточно широко, но все-таки еще потребуется достаточное время для понимания. YouTube он звучит. В этом году завершается программа ТОП-5100. Что будет дальше? Да. Как нам жить? Как нам жить? Ну, это есть, это как-то две новости. Хорошая и плохая. Ну, это хочу сказать, что, хотя первоначально декларировалось, что программа будет продолжаться, то 5 мая состоялась очень важная презентация в Совете ректоров российских вузов с участием Голиковой, вице-премьеры, относительно судьбы и контуру, как будет поддерживаться высшее образование. И здесь, несмотря на то, что вот наш главный идеолог Ассоциации глобальных университетов предложила свои видения и подходы по проектированию новой программы, все-таки здесь решили пойти по пути всем сестрам по серьгам. Что это такое? То есть вот, к сожалению, окончание программы повышения конкурентоспособности совпало и с окончанием программы научно-исследовательских университетов. То есть в этом году обязательно нужно проводить конкурс по НИО. Второй момент. В послании Владимира Владимировича была четко поставлена задача, чтобы территории имели сильные вузы, и поэтому для реализации масштабных задач. И поэтому большие задачи руководством страны ставятся в области развития опорных вузов. А денег на все про все хочу сказать. Деньги увеличили, то есть надо сказать, что где-то более чем 1,7 раза, и мы очень обрадовались, то есть думали, что раньше, что, ну, соответственно, участники программы конкурентоспособности, они получат большие бюджеты, потому что для того, чтобы дальше продвигаться, нужно больше ресурсы, о которых мы с вами говорили. Получилось, что опять и знаменатель увеличился. Да, то есть хочу сказать, что сейчас вот этот конкурс, то есть будет два конкурса в одном. То есть сначала на правовхождение, причем ее красиво очень назвали, то есть мне нравится, то есть она совпадает с аналогичными зарубежными. Российская программа стратегического академического лидерства. Красиво. РПСАЛ, получается, РПСАЛ. Лучше не сокращать, но вот так вот звучит красиво. И это, но еще раз говорю, там будет два трека, то есть это вот научно-исследовательских университетов, и это означает, что те уже, которые имеют такой статус, они либо его должны подтвердить, а если они не будут участвовать, то они автоматически лишатся своего статуса. И планируется, что там будет участвовать 25-30 вузов, и, ну, соответственно, которые будут категорированы на три группы. То есть первая десятка, вторая и третья. То есть по аналогии с... Да, и еще будет группа кандидатов. То есть это те, кто не попадет в эту группу, но в том случае, если кто-то не будет выполнять программные задачи, и если не кандидат покажет лучший динамик, лучшее значение, ежегодно это будет ротироваться. Потому что программа уже будет иметь не такой срочный характер, а ежегодно мы должны подтверждать этот грант. И в том случае, если ты не достигаешь каких-то показателей, то есть это вот одна из новаций, тебя будут секвестировать. Причем секвестр он составляет от 5 до 15% за недостижение рейтинговых значений. Как-то это стратегически выглядит печально. Ну, хочу сказать... Задачи в большом лаге времени решаются. Иногда ценой больших потерь. Полностью... Нелинейная математика вот работа. Ну, я так вот тоже... Ректоры очень активно включились в этот процесс. Но вот министр, он ставит задачу, чтобы как много больше участников подготовили свои программы, и чтобы была больше ротации. И вот вторая группа, о которой я не договорил, это группа опорных вузов. Причем уже те, которые получили, они тоже вновь должны либо подтвердить свой статус, либо, значит, они уйдут с этого поля. И здесь уже ожидается, что порядка от 70 до 80 вузов будет участвовать. И тоже они будут категорированы на три группы. То есть лидеры, ну, скажем, средние и... И, ну, скажем, как третий квартель. Не квартель, получается, а уже третий группа. И вот, представляете, и уже объявили, что все участники программы, ну, вне зависимости от группы и так далее, они получат базовый грант в размере 100 миллионов. И в том случае, если вот такое количество вузов будет участвовать, 30 на конкурс НИО и порядка 70 на 80 на опорных университетов, получается, что уже в совокупности 100 вузов по 100 миллионов уже 10 миллиардов она будет израсходована. Общий бюджет этой программы, напомню, она 16,8 миллиарда рублей. Это означает, что вот на дифференциацию и на дополнительную поддержку лидеров, а лидеров у нас получается 10 плюс 10 в первой программе и 10 плюс 10 во второй. То есть это 40 на 40 вузов, это 6 миллиардов, это немного. Ну, в общем, немного. Совершенно верно, да. Но и поэтому сейчас все растерялись, хотя министерство успокоило, сказало, что оно будет изыскивать это дополнительные возможности, и помимо этого внесут изменения и в закон об образовании, то есть будет для вузов, которые попали, выиграли в этот конкурс, другие бюджетные нормативы по финансированию соотношения преподаватель-студент, будут совсем другие принципы формирования КЦП и свободы в своих стандартах, и, ну скажем, преференции по конкурсам типа 218, которые были раньше. Я хочу сказать, когда формировалась программа конкурентоспособности в 2013 году, это тоже декларировалось, но, к сожалению, это вот не было реализовано. Поэтому основное наше опасение в том, что из-за того, что резко расширяется круг участников, единичное финансирование вузов сократится. Да, но это уже слышно, что это произойдет. Но при этом я вот не очень услышал, это, наверное, и сотрудникам, и тем, для кого не безразлична жизнь нашей системы образования, научных исследований услышать. Вот университеты, уже достигшие определенных позиций в тех же рейтингах, про которые мы сегодня вспоминали, уже прошедшие большой путь в программе 5 ТОП-100, они тоже будут участвовать в конкурсе? То есть опять доказывать, что они... Нет, вот здесь хороший тоже вопрос вы задали. Дело в том, что я вот не сказал, что на самом деле мы обсуждаем пока, ну скажем, общие слова. Пока постановления как такового нет. Ожидается, что его на следующей неделе внесут. И вот можно ли либо что-то подтвердиться, либо что... То есть я пересказываю то, что презентовал министр. Вопрос состоит в том, что те, кто уже входит в ТОП-100 по предметным рейтингам и в ТОП-500 по институциональным рейтингам, они как бы... Их заявка будет автоматически принята. Понимаете? То есть они автоматически. Но несмотря на это, в октябре все участники... То есть это означает, что кто обладает... То есть кто проходит через это сито, через этот критерий, они вот этот базовый грант 100 миллионов уже, ну скажем, почти гарантированно получат. Но при этом, если есть намерение и желание войти в первую, во вторую, там, повышенную группу, в этом случае надо будет представить свою программу на соответствующем совете. Причем советы разделили. То есть вот первый совет по отбору, это будет в составе министерства, и отбор по формальным процентам, это соответствую, несоответствую и критериям, это будет где-то месяц июль-август, а октябрь, начало и середина, это вот две комиссии, одну из которых по НИО возглавляет Голикова, то есть она будет заслушивать их программы, их амбиции, их цели. А программа по опорным университетам, территориальным, причем опорные они и по территориям, и по отраслям, их будет уже Сергей Владиленович заслушивать, это как со стороны, вот, ну скажем, территориальной политики аппарата президента. А где КФУ тогда вот? Вот вопрос в другом. Те показатели, которые сейчас, вот мы это видели, с которыми выступал наш министр, министр имеется в виду науки высшего образования Российской Федерации, они относительны. А это означает, что если вот смотреть, то мы гарантированно попадаем в первую группу по опорным вузам, но, значит, и гарантированно во вторую группу научно-исследовательских университетов. Потому что там помимо, вот, ну, 5 топ-100, это Бауманка, МГИМО и прочие, то есть они сразу имеют это, ну, скажем, массу приоритетов, это из-за своего масштаба и научной продуктивности, и программы НЕОКР. Теперь скорее, вот как эксперт, поясните опасения, опровергните, не случится ли так, ну, если это некорректно, скажите некорректный вопрос, потому что все-таки речь идет о поисках, которые министерство осуществляет сегодня профильное, не случится ли так, что и сильных на взлете остановим, перспективных, и слабым, не сильно-то поможет это все? Есть такое опасение, но все-таки будет, наверное, корректным, когда мы получим документы. И вот Ильша Травкач сейчас, мы уже, ну, скажем, некоторый драфт докладывали, и мы ждем, ну, скажем, уже тот набор показателей, критериев и тех задач, которые будут поставлены перед каждой категорией вузов, и, ну, скажем, и объем финансирования под эти задачи. Я думаю, что после этого мы, ну, скажем, стратегию обсудим на нашем ученом совете, и вот та траектория, которая будет принята, мы будем ее уже и продвигать. Спасибо. Ну, такой, в общем, я думаю, что разговор, имеющий еще очень долгое-долгое продолжение. То есть мы сейчас только фрагменты коснулись. Ну, хочу сказать, что больше всего нас это смущает то, что растущие задачи придется решать с уменьшающимся финансированием. Да. Причем для обоих групп. Понимаете, вот какая задача. А вот, кстати, в связи с этим очень интересный вопрос сейчас видел. Тут можно и про систему образования вернуться, поговорить. И он вам, скорее, как к экономисту. И это я видел, это в Ютьюбе. Вот он. Добрый день, Марат Рашидович. Правительство России планирует направить на поддержку экономики более пяти триллионов рублей. Это много или мало? Достаточно ли для экономики нашей страны в постпандемийный период? Звучит-то страшно, пять триллионов, да? Ну, рублей, опять же. Вот, как экономист. И вообще, стоят ли эти два месяца простое пять триллионов? Или это результат вообще какого-то более серьезного кризиса в экономике? На самом деле, хочу сказать, что сейчас мы еще не ощущаем в полной мере угрозу. На самом деле, экономика — это огромный инерционный махавик. И мы пока вот мчимся. Но ряд отраслей очень серьезно пострадало. И самое главное, очень резко снизился спрос в транспорте, в автомобилестроении, в авиастроении и по ряду других ключевых секторов. Сейчас, скажем, были большие запасы. И по большому счету сейчас многие производства остановлены, и они фактически пока распродают или просто не продается то, что есть. Но для экономики любой незначительный останов — это страшная вещь, потому что рушатся связи, рушатся дисциплина, понимаете, и это как ком наращивается. И что очень опасно, большинство стран, особенно ведущих, они начали вбрасывать деньги для того, чтобы, ну, скажем, нивелировать социальные издержки этих процессов. А любые необеспеченные ресурсы, которые втекают в экономику, они неизбежно ведут к инфляции. Инфляция ведет к обесценению и без того к осложнению новых проблем. Что я переживаю в России? Дело в том, что действительно уже последние пять лет государственный основной игрок и основные инвестиции государственные. Но о том, как распределяется государственное средство и какова эффективность, об этом только ленивый я это не сказал. И поэтому я очень переживаю, что вот две вещи, то есть это очень сильно подстегнет инфляционные процессы и потом в результате скажется на социальной сфере. И второй момент, это то, что все-таки вот, ну, все, что связано с коррупцией и неэффективностью, оно кратно увеличится. Поэтому я, то есть, хочу сказать, что за всю историю, ну, редко когда это приносило там определенный результат. Ну, это все-таки вирус виноват? Или к этому шло? Нет, вот хочу сказать, были более глубинные причины. Здесь, вы знаете, у нас еще и выборы, понимаете, нам надо еще социально поддержать людей, которые, ну, в этот период очень, все прям вот как тетива, как это, натянулись это везде, все эти вещи, поэтому где-то это и, то есть они прогнулись под, скажем, вот, под требования общественности. Но, на мой взгляд, как с точки зрения экономики, это очень опасно. И поэтому растет большое количество безработных, очень много предпринимателей, особенно в малом и среднем бизнесе, потеряли свои инвестиции, поэтому здесь, на мой взгляд, самое главное было все-таки, вот вы говорили про обнуление, обнулить не рейтинги, а обнулить все-таки, ну, скажем, ту кредитную нагрузку, которая есть на наше население. Она и была на пределе, а сейчас кризис, фактически, ну, хочу сказать, что мы можем, ну, помните, наверное, Джона Стейнбека, который описывал вот рецессию, глобальную депрессию в Соединенных Штатах в 30-е годы, когда фактически, то есть, масса людей потеряла работу, общественными работами они пытались все это реанимировать, и 2-3 банка практически начали контролировать там все активы, потому что они обесценились, и все там за, ну, скажем, за символическую плату готовы были их уступить. На самом деле, я еще раз говорю, только по Российской Федерации ожидается очень серьезный всплеск этой безработицы. И самое это плохое, то, что вот такие отрасли, которые очень зависят от кооперации, высокотехнологичные, то же самое, производство самолетов, вертолетов, там, электротехники, то есть, если они простаивают какое-то время, потом они не могут уже обратно, ну, скажем, выйти на тот уровень производительности, эффективности, ну, и, соответственно, они... Вот вы несколько таких, я позволь себе отвлечься сейчас, допростят меня наши зрители от их вопросов, мы вернемся обязательно, несколько таких позиций, по которым спорят экономисты, ваши коллеги, бьются, даже можно сказать, один из них. Вообще, стоит ли и правильно ли так фанатично почти бояться инфляции или дефицита бюджета? Может быть, ничего страшного в этом нет? Нет, дефицит бюджета и инфляции, это две разные вещи. Это разные вещи. Поэтому я согласен, что дефицит, это не страшно, а инфляция, я хочу сказать, это страшно. То есть, это особенно... Вы понимаете, есть же инфляция в пределах 10%, то есть, это одно. А в том случае, если она будет дальше, то есть, это только приведет к серьезному обнищанию большей категории населения, у которых нет накоплений, и которые живут от зарплаты до зарплаты. Вот и все. Теперь по второй. Или вот дефицит. Мы очень гордимся, что бюджеты профицитные и так далее. Может быть, не стоит? Ну, я не очень понял вопроса. Вот смотрите, вот на рынке был товар, и было какое-то количество денег. Количество денег увеличилось, ну, соответственно, вырастет стоимость товаров. Это же не создало новый товар. Это не стимулировало спрос. Понимаете? Это просто временно, то есть, это как успокоили людей, но на самом деле ничего структурного не произошло. И все равно рынок рано или поздно, то есть, вот если это помидоры, то они стоили 10 рублей, будут 15 рублей, ну, в зависимости от того, в какой пропорции выросла денежная масса. Все. Это масштаб цен. Это вот, я хочу сказать, это, я не знаю, кто это упрощает. Мы все упрощаем, нам хочется простых схем. Простых схем здесь, я хочу сказать. Я в данном случае вас спрашиваю от имени тех людей, которые ищут выход какой-то. К сожалению, простых схем нет. Я вот еще раз говорю, самое главное сейчас все-таки почистить, понимаете, где-то и за счет государственных средств, то есть, не выбрасывать напрямую, а вот почистить балансы, почистить активы и взаимные обязательства по всем факторинговым цепочкам. Только так мы сможем это сделать. Либо будет череда банкротств, 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 причем и физических, и юридических. Теперь вот то, что вы тоже затронули, высочайшая закредитованность населения. Может быть, стоило сюда обратить или поздно обратить на это внимание? Честно, это неизбежная вещь. Понимаете, то есть, если мы, это где-то Мы все равно понимаем, что эти кредиты не вернут. Да. Это очевидно. Совершенно верно. Много людей сейчас в кредитном рабстве. Да. Понимаете, где-то это, скажем, недобросовестная реклама, где-то недостаточная финансовая грамотность, то есть, она привела к этим результатам. И сейчас, я считаю, что долг любой общественный, то есть, дать решение этой системе. Либо отсрочить, но не губить. То есть, на самом деле, у нас до третьей населения это может коснуться прямо. что дальше по цепочке вызовет непредсказуемые вообще события. Ну, в первую очередь, социальные регрессы. И вот, я так к вопросу, вот почему я тут увязал так очень сложно с этими пятью триллионами, куда и как можно было направить, соответственно, средства. И вот, вот это знаменитая точка хроста, тех вложениях, которые инвестиционно, долгосрочные. Ну, огульно говорит, что они все попадут в это напрямую в экономике нельзя, потому что там поддерживаются и вот инфраструктурные проекты. Вот те же самые дорожное строительство, новые заказы со стороны государства. об обостении кратного роста, скажем, коррупционных схем. Конечно. И прочее. Потому что, вот приведу пример, за эти три месяца, ну, поскольку, ну, скажем, очень похоже на форс-мажор, многие структуры, в том числе и государственные, и государственные корпорации, они начали сразу отказываться от конкурсных процедур и закупать ну, скажем, по странным ценам это как его прежнюю продукцию. Где-то, ну, действительно ценные, где-то нужно принимать срочные решения, но, к сожалению, вот с точки зрения экономики это выглядит, они очень странно. Ну, и вот цепочкой возвращаемся к ВУЗу опять, к ВУЗам, к образованию, к исследованиям, которые ведут не только ВУЗы, но и соответствующие институты научно-исследовательские. Вот, не складывается ли впечатление, что вот эту систему рассматривают по остаточному принципу, когда вот куда угодно сейчас начинают срочно вливать, чтобы чего-то спасти, а вот эти долгосрочные инвестиции пошли по боку? Ну, спасибо, тоже очень хороший вопрос. Нам повезло с Ильшат Равхачем, он очень опытный руководитель, и поэтому, как только началось, он активно включился в этот процесс, и он, это первый, вот, из руководителей, который обратился как к главе субъекта, так и в министерство экономики, имеется в виду, российский, и министерство высшего образования и науки Российской Федерации, о том, чтобы нас тоже включили в статус стратегических, поскольку у нас большое количество студентов, большое количество сотрудников, но и влияние и на муниципалитет, и на регион весьма серьезное. Я вот хочу сказать, что нам очень приятно, что эту инициативу поддержали, и сейчас Минэкономразвитие готовит уже свод, где, ну, крупнейшие вузы страны, они будут, ну, выделены в эту категорию, и, соответственно, этот статус дает нам возможность в случае там сложных ситуаций претендовать на получение льготной государственной поддержки. Ну, может, вот и ту новую программу, которая придет на замену 5 ТОП-100, стоило кратно увеличить деньгами? Это я рассуждаю. Нет, я хочу сказать, что вот это прямо как бальзам на душу, то есть на мой взгляд, то есть чем вот увеличивать государственные расходы там в ряде других отраслей, то есть все вложения в образование, в науку, они, ну, и в человеческий капитал в настоящее время, они более эффективны. Спасибо. У нас, вот, смотрите, время так быстро летит, да, всего два этих момента затронули, рейтинги и чуть-чуть состояние экономики, а, немного о будущем университетов, конечно, поговорили, но еще хочется успеть, есть вопросы, я попробую только несколько их вот в твич. Ну, вы их на это пришлите, если там, возможно, мы в открытом доступе постараемся опубликовать, или в том же самом вашем, то есть мы вам пришлем ответы, разместить их вот. Хорошо, спасибо, но, по крайней мере, те, когда вот, вот, даже перед началом уже нашей программы прибежал, когда в университете появится собственный полноценный электронный документ оборот, позволяющий всем работать в дистанционном режиме. Какой-то электронный университет когда появится, видимо, что такое? Очень странный для меня вопрос, но вы знаете, я ведь в руководстве иногда, в руководстве у них, скажем, это своя система, дело в том, что у нас есть сайт КПФО, и там у каждого сотрудника и преподавателя есть личный кабинет, и в рамках личного кабинета формируется и специальный адрес на базе домена КПФУРУ, и, соответственно, еще внутренне активируется почта, где вы можете не только по внешней почте, но и по внутренней любому сотруднику, любому руководителю задать соответствующий вопрос, ну или получить, или запустить документ, например, согласование на ремонт, согласование на поставки техники, на закупку материалов, на конкурсы, все остальное сейчас идут в этом внутреннем контуре. Кроме того, есть еще внешний контур, то есть документооборот, он есть в правительстве, вы сами знаете, это еще наш выпускник Никифорф ее запустил, он сейчас и в Москве, и в Бурятии, и в ряде ведущих субъектов, то есть это означает, что мы подключены к этой системе, практически все руководители структурных подразделений, проректоры и управленческие структуры, они в ней. Почему мы не можем ее расширить? Дело в том, что в этом случае требуются серьезные финансовые затраты, поэтому, если что-то нужно вывести во внешний контур, то в этом случае, используя внутренний, можно подготовить документ, и потом руководитель подразделения, у которого есть доступ, он может его уже оформить дальше, и более того, контролировать его исполнение, поэтому, если есть какие-то технические сложности, пусть вот напишут, мы постараемся проконсультировать и помочь ответить на этот вопрос. И потом, почему это очень важно, сейчас есть много бесплатных сервисов, которые привязаны к нашему домену КПФУРУ, это тот же самый ТИМС, тот же самый пакет, это программа, это PowerPoint, это Word, Excel и все остальное. В том случае, если вы зарегистрированы в домене, вы можете скачать, и в этом плане вы сможете использовать академические версии этих продуктов бесплатно. Поэтому я вот не знаю, то есть если это наш сотрудник, если он уже преподавал, если он использует ТИМС, это скорее всего, у него же есть этот и адрес, и все остальное. Но я говорю, если есть какие-то сложности, может мы где-то не доработали, где-то что-то не ясно, мы пришлем разъяснение, как включиться в этот процесс. Спасибо. Я думаю, что вот Александра Сабинина, задавшая этот вопрос, удовлетворена. Если нет, то тогда уточнение или нам, или Марат Рашидовичу на почту ошлете, и, соответственно, продолжится разговор на эту тему. Есть вопрос, ТВИЧ тоже связан, по всей видимости, он пришел от сотрудника, сотрудник КФУ, так и называется адрес. Добрый день, в связи с пандемией, хватит ли университета средств на достижение тех амбициозных целей, которые он заявляет? Это, видимо, в продолжение того, о чем вы стали говорить, что несколько будет снижаться финансирование. Значит, если в одном месте убывает, в другом должно столько же. Есть угроза снижения. Да, вот где доберем-то недостающие? Ну, хочу сказать, что вот есть такой показатель финансовой независимости. То есть, и на самом деле, вот то финансирование, которое мы получаем по программе конкурентоспособности, оно менее 4% в нашем бюджете. Но это значимо, это бюджет развития, поэтому терять бюджет развития не хотелось бы. И поэтому мы сейчас проработаем различные сценарии, и в первую очередь мы должны диверсифицировать исследования. Есть ряд отраслей, которые сейчас падают в условиях пандемии, но и есть ряд направлений в области науки, в области медицины, в области образования, которые получили большой интерес и всплеск. Это и интернет-маркетинг, это связанные с онлайн, это с сервисами, онлайн-диагностикой, онлайн-обучением, в первую очередь, медицине сотрудников МЧС, населения и прочее, поэтому мы сейчас готовим, ну, скажем, некоторую переориентацию на те направления и основного образования, и дополнительного образования, которые появились, и на которых существует высокомаржинальный платежеспособный спрос. Я надеюсь, вот новую программу, которую мы представим, после того, как будет понятно все конкурсные ковенанты, то есть в июле, в крайнем случае в августе, мы будем докладывать на ученом совете. Ну, тем самым вы предвосхитили ответ на вопрос следующий, не войдет ли развитие КФУ в стадию стагнации? Вы знаете, то есть вот большой ВУЗ, у него есть и недостаток, то есть он неповоротливый, но зато он кризис и проскакивает лучше, из-за того, что есть вот эта масса, и есть этот ресурс. Поэтому хочу сказать, что для нас это очень важно, и поэтому постоянно мониторится и платежеспособная дисциплина, потому что, вот я говорю, безработица, много людей сложной финансовой ситуации, им сложно и платить за образование и прочее, и мы ищем пути решения, то есть у нас есть договоренности и с банками, то есть как поддержать этот путь, и более того, мы готовы идти на ряд инициатив, вплоть до субсидирования, то есть до выдачи беспроцентных кредитов образовательных тем, кто имеет хорошие показатели и кто хотел бы у нас учиться. А вот, кстати, в связи со всем тем, что вот и вы сейчас говорили, и вот наблюдается последний месяц, годы даже, тоже скорее экспертное такое мнение, а может быть, а может и придет к этому. Как помните, один наш известный коллега говорил, чтобы холодильник был полным, он должен быть маленьким. может быть, возникнет желание и действительно может быть обоснованное просто сократить число вузов в России? Вы знаете, в условиях постиндустриализации цифр, это очень неправильное решение. Я наоборот, сторонник всеобщего высшего образования. Я считаю, что сейчас все так меняется, что человеку нужно, есть даже long life, это learning, даже терминология, человек должен, если он хочет, занимать достойное положение в обществе и имеет достойное вознаграждение, он постоянно должен быть в курсе, достойен учиться. И поэтому, более того, вот модель университета 4.0, она о чем говорит, что в отличие, если раньше это была образовательная функция, исследовательская функция, трансферная функция, то в новых условиях именно университет становится создателем новых проектов, новых идей, новых коллективов. То есть он становится основной единицей новой постиндустриальной экономики. Понимаете? То есть, и вот здесь, в этих условиях, ну скажем, сокращать это все остальное, это, на мой взгляд, это неправильно. И потом, есть момент, то есть, да, сейчас пандемия, конечно, глобальность, она очень сильно это подкосила, но в любом случае, сейчас мы хоть не можем ездить, но мы в курсе всех проблем, мы можем и научились работать дистанционно не только по образованию, но и по науке. И появились очень перспективные новые научные консорциумы и в медицине, и вот в education, и в тех наших приоритетных областях. Поэтому я очень надеюсь, что и наша стратегия построена на том, чтобы не только привлекать инвестиции внутри нашей страны, но и работать, и продвигаться, и не только за счет иностранных студентов в образовании, но и за счет иностранных неокр и проектов с ведущими компаниями из урбежа. А вот, кстати, по поводу такого мнения, что вот этот вирус, все, что было с ним связано, переход вот на массовый, такой почти единомоментный, на онлайн-технологии взаимодействия по самым разным направлениям, в том числе и образование, дает отчет уходу эпохи глобализации, и некая такая вот суверенизация такая возвращается. Я и сам преподаю, на самом деле, пока в том виде, в котором это есть онлайн-образование, оно не может, ну, оно как-то заменяет, может быть, даже для студентов в большей части, потому что это высокоорганизованные люди, но полной заменой это невозможно. То есть это, ну, это когнитивный процесс, это, он более сложен, и он все-таки требует вот активного вовлечения. Понимаете? А когда ты одним глазом смотришь сюда, другим глазом, вы же знаете, внимание, оно каждые 15 минут переключается, тем более там, если пирожками где-то пахнет, если там еще что-то, кто-то написал какое-то любопытное сообщение, то есть, ну, я еще раз говорю, то есть пока, да, мы очень быстро перешли, но я хочу сказать, на мой взгляд, я еще, это мое личное субъективное мнение, качество пока, ну, точно так же, как мы быстро вошли, точно так же изменился качество. Несколько минут буквально остается, но вот, во-первых, Александра Сабинина уточнила свой вопрос, поэтому очень коротко, если можно, этот вопрос был к Марат Рашид, что Teams, ну, понятно, что к Марат Рашид, что это, очевидно, Teams не позволяет согласовывать онлайн договоры, не позволяет подписывать их цифровой подписью, так что я вижу сплошное непонимание современных цифровых технологий. Ну, тогда надо было задать, я же еще раз говорю, во внутреннем контуре у нас согласование есть, поэтому, конечно, не все сотрудники имеют доступ, но в любом случае завкафедры имеют, то есть, как вот основная единица, и поэтому, либо руководитель лаборатории, либо это высшестоящее звено. И в этом случае, ну, хочу сказать, ЭЦП у нас есть у всех, кто включен во внешний контур электронного документа оборота, поэтому все рабочие моменты решаем во внутреннем, и потом после этого можем через ЭЦП согласовать никаких проблем. Спасибо. Ну, если будут еще какие-то уточнения, пожелания, или расширен будет вопрос, то, как мы договорились, мы передадим Марат Рашид. Потому что, может быть, я не очень понимаю вопрос, что именно это? Ну, и с завершением вопрос от сотрудников такой вопрос. Если можно, скажите, будут ли премии сотрудникам КРФ? Видимо... Вы знаете, вот мы постараемся подготовить по результатам пяти, ну, это пяти месяцев, это, скажем, оценку, поэтому, пожалуйста, все коллеги, пожалуйста, освежите свои кабинеты или проверьте, правильно ли там все учтено, и после этого выйдем с предложением. То есть, этот оптимизм относится к разряду тех, которые не выбирают в месяц одежды. Нет, здесь борется экономист и стратег, понимаете, то есть, с точки зрения экономики пока лучше бы деньги придержать, потому что непонятно, что будет дальше. И лучше получать базисную заработную плату вовремя, чем сейчас получить повышенную, а потом иметь какие-то... И в этом случае, кстати, КФУ продержался очень достойно весь этот период. Не то слово. Ну, а с точки зрения стратегии, в первую очередь, хотелось бы поддержать тех ребят, которые сейчас показывают хороший результат. Я уже говорил, то есть, мы постараемся, что в этом году, вот, ну, скажем, уравниловки не будет, а именно, то есть, все, кто показывает хорошие результаты, все это будут иметь повышенную поддержку. Спасибо, Марат Рашидович, время наше ушло, к сожалению, приходится завершать наш сегодняшний стрим, да, но я надеюсь, что особенно вот темы экономики, они всегда очень зажигательны, и мы будем использовать площадку Невер-ТВ. они не очень оптимистичны, вот в чем вопрос. Ну, темы важнее, наверное, в них разобраться, потому что там, где ты уже чего-то понимаешь, ты становишься чуть большим оптимистом, бывают и такие вообще, иногда знания только портят, вот, для оптимизма. Вы знаете, все-таки для экономики и для развития, и для стратегии важно убеждение и оптимизм. Да, спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok